Всем привет, с вами Юмиле. Game with a Fuck выпустил видосик Базука заряжена. Поехали смотреть и поднимать настроение. Что он делает? Я не понимаю, почему сейчас всё везде связано с этим. Тёмная светлая сторона, Дзюба или Дзюба, напишите как правильно в комментариях, Я просто не знаю. Кстати, об этом человеке, об этом футболисте Я узнала только после вот этого случая, Происшествия, скажем так, недавнего. А так я футболом даже не интересовалась. И теперь вот этот момент ещё. Какие дела, народ? Вот порой в играх так много вопросов И крайне мало ответов. К нам. Что? Только не говорите, что он тоже. Может и кто-то там ждёт, И здравовика убивает. Пипец! А что там такое? Вот именно! Вот мне тоже безумно теперь интересно, Почему они так умерли? Мне нравится, как истерично игрок пытается предостеречь Третьего чувака от этой затеи. И он такой, так, двое других поехали и разбились. Стоит ли мне повторять их ошибки? Да. Да ему просто очень любопытно было, И он не сдержался. Ай, больно в ноге, блядь. У каждого в жизни наступает момент, Когда человек взрослеет И просит родителей Входить в его комнату со стуком. И как это понимает мама, И как это понимает батя. Кстати, господа, Нам удалось перевесить чашу весов В пользу тех, кто смотрит видео с подпиской. И судя по статистике ютуба, Вы гораздо более активно подписываетесь на канал, Если вас байтишь Какими-то упоротыми фразочками. Надо взять это себе на заметку И тоже так делать. Я просто заглянула к себе в эту статистику И офигела от того, Сколько людей смотрит меня без подписки. И в связи с этим, знаете... Там 60 с фигом процентов без подписки, А с подпиской 30. Смотрит видео без подписки У того маленькая пиписка. Знаете, говорят, Что потерявшаяся собака Всегда найдет дорогу к своему хозяину. Так вот, есть ощущение, Что вертолет это тот еще пес. Это фиаско, Мратан. Ой, это звонок в скайпе. Как давно я его не слышала. Победа? Что? Слушайте, это, конечно, было очень красиво. Ну где, б***ь, у него микрофон находится? Причем непонятно, от чего он орет. От крутого минуса Или мамка домой вернулась И услышала, как он матерится. Я сперва даже не поняла, Что произошло. Но это брутально. Я просто в шоке. Так громко. Не нравится еще, что у нее там тиммейт На бэк-вокале такой. Оп, оп, оп. А то я просто не вижу, Что тут люди пишут. Пишут, что за логика. 60 без подписки, 30 с подпиской. 60 с лишним, я же сказала. Я точное число не помню. И 30 с лишним. Округляйте, пожалуйста. И не забывайте про округляйте. Это когда случайно встретил друга, Который должен тебе денег. И он такой... А знаете, Как выглядит Доброе утро в Лос-Антосе? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Я уже думала, Машина другая не едет, а тут... Слежающий, ботрящий столб с утра По щам летящий. Девушка намекает тебе, Что хочет полетать. Ты все понял, Сажаешь ее на мотоцикл. Вы долго едете? Ожидание девушки Реальность. Вот и полетала Я уверен, это будет самое улетное ее свидание Если вы думаете, что это было довольно жестко То не переживайте, мы всего лишь ее напугали Вы напугали Мишель Они остались вдвоем, один на один И выживет только сильнее Ну либо наименее тупой Серьезно, метеорологи в играх должны добавить в прогноз еще один вид осадков Это Короче, если бы ты был подписан на мой инстаграм То ты бы знал, что я летал на параплане Но еще не поздно все исправить Ссылка в описании, если что Я категорически рад, что мне попался нормальный пилот А не вот этот вот мистер Я не уверен, насколько важную роль в этом мероприятии играет шаффл Типа знаете, в Наруто там Герои ходят по воде, а тут уже по воздуху Новый уровень У него тут задание украсть наркотики Но есть ощущение, что он их уже давненько украл И мы его глазами все это время выглядел как-то вот так Жестко зафрезило Это РДР, да? Да А чего так залагать-то может? Чтобы вы понимали, это просто глюк в РДР 2 Супка игры от Рокстар даже лагают красиво Реально, я бы себе DLC с таким глюком купил и ходил бы залипал, это же великолепно Неончик? Даже залагало красиво Как будто новогодние гирлянды Или салют Там в игре что ли салют отпускают? И так лагануло Знакомьтесь, мастер спорта по цыганскому паркуру Игорь Коша И сегодня он покажет вам основные элементы конного фристайла Вообще, есть ощущение, что после такого трюка мир он будет видеть как-то вот так Моя типичная Тима в любом шутере Или тут все умрут Такие звуки, как будто кто-то кушает Встанешь до реки, я подеснусь Да еб ты, блядя, дебил, сука Не, кто-нибудь тебе объяснит, базука была заряжена? Да не, братан, тебе показалось Если же взять снаряд, вставить его в базуку, перезарядить затвор То ну вряд ли она будет заряжена Можно смело шмалять в стену Да еб ты, мне нравится, как у чувака настолько сгорело Что мне пришлось вырезать половину его монолога Потому что, ну, это звучало бы как-то так Блядь, Егор, я еб тебя на в натуре Блядь, вот что у тебя за пи***дюковский, блядь Ну, думаю, посыл его спича вы уловили Мне нравится фраза, которая прозвучала в начале Тут все умрут Походу, они не первый раз такой шайкой соберутся Спойлер При том, что всю дорогу это звучало как шутка Типа, давайте проверим базуку Чувак берет, заряжает базуку и шмаляет в стену Вообще, я могу его понять Почему? Потому что иногда, когда ты болтаешь с людьми То просто уже делаешь что-то, не задумываясь Например, я очень часто тоже могу там Перезарядить оружие Или в контре я ножиком вот так вот Очень часто по воздуху водила И у меня были такие моменты несколько раз Когда я забалтывалась, просто иду вперед Вот так вот уже по привычке делаю Ножиком фигешу И кто-нибудь из тиммейтов прям подбегает вблизи Я понимаю своим мозгом вроде бы, что сейчас я его задену Но все же я это делаю, потому что это привычка Я не знаю, почему так происходит Ты потом недоумеваешь и спрашивает Эта базука была заряжена? Да Есть ощущение, что это был Твой друг Я могу пить сколько угодно Меня вообще не берет Так же он после одного бокала Что он делает? Что он делает? Знаете, как выглядит самый тяжелый квест в Скайриме? Прах Это они типа обиделись друг на друга и с друг другом не общаются? Или как это? Это было довольно потно Сейчас где-то плачет один сэмпортер бриджес Вообще Скайрим непредсказуемая игра Знаете, бывает идешь такой один по лесу И вдруг видишь вдалеке дракона Ты готовишься к жестокой схватке, но... Это не дракон Драконы нынче уже не те Да и дело в том, что и повоевать с ними-то особо не получится За них всегда стража вписывается Просто тайминг Не, ну это было красиво А вот это не очень... Ну а на этом все, народ Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение Я думаю, лайкоматами все пользоваться умеют Да Я там в МС чуть ли не влог смонтировал с поездки Так что заходите, смотрите, ссылка в описании Ну и все, спасибо вам за просмотр Я, кстати, вроде бы подписана на его инсту Надо будет чекнуть Но почему-то он у меня не выпадает в рекомендациях Может потому, что у меня слишком подписок много И если так подумать, то скорее всего да Причина в этом А может быть я просто не подписалась Надо будет проверить Просто я заметила, что подписываюсь на очень большое количество людей Но когда захожу в инстаграм, я просто не вижу их публикации Может потому, что у меня слишком много публикаций Может быть это шарит инстаграм Видос был прикольный Вот что я могу сказать Мне, в принципе, понравилось